Сегодня у нас очередное заседание, заключительно на этой неделе. 105 вопросов в повестке дня, из которых всего 12% к принятию, но остальные, как вы понимаете, большая часть не будет рассмотрена. Среди них есть более 10 законов нашей фракции, в том числе два закона Юрия Петровича, которые предполагают изменение в закон о банках и банковской деятельности. Сегодня, как это ни парадоксально, вы помните, особенно это было очевидно при отзыве лицензии банка Югра, что Генеральная прокуратура с Центральным банком вступили в коллизию. Но сегодня прокуратура, надзирающая за всеми законами, единственное, не может запрашивать в банках информацию. Понимаете, это парадокс. Ну и, конечно же, сегодня один из законов – это новеллы, которые вводятся в закон о создании касационных и апелляционных судов. Юрий Петрович чуть позже остановится на них. Хотя надо отметить, что судебная система сегодня является одной из главных причин, которая называет отъезжающие из России предприниматели как после банковской системы, наверное, вторая судебная система, те, которые являются ограничителем для развития предпринимательской деятельности. И здесь, я бы сказал, она не только для предпринимательской. Вы знаете, что в течение семи лет идет незаконное преследование нашего коллеги из прошлого созыва Бессонова Владимира Ивановича. К сожалению, сегодня в суде, в общем-то, идет, по нашему мнению, грубое нарушение законов, когда ущемляются права адвокатов, Бессонова, незаконно выставляются, не дается возможности ознакомления с документами. И мы считаем, что вот эти все вопросы, они требуют незамедлительного решения на законодательном уровне. Сейчас вот Юрий Петрович нашу позицию даст по трем законам. Уважаемые коллеги, сегодня очень важный законопроект предстоит рассмотреть в Государственной Думе. Он касается реформы судебной системы. В основу законопроекта положены принципиальные вещи. Предполагается создание судов кассационной и надзорной, извините, апелляционной инстанции, которые будут автономизированы от ныне существующей системы. Сейчас и кассация, и апелляция находятся в областных судах и предполагается создать самостоятельные пять апелляционных судов по стране и девять кассационных судов. Соответственно, территория России будет поделена вот на такие условные судебные округа. Чем хороша эта система? Эта система хороша, как утверждают ее авторы, и с этим, наверное, надо согласиться, хороша на тем, что является этот законопроект антикоррупционной мерой. То есть будут разорваны связи между судами первой инстанции и судами апелляционной и кассационной инстанции. суд апелляционной инстанции будет обслуживать несколько регионов, несколько областей, некоторые суды там по 20, по 30 областей будут обслуживать, 30 нет, а по 20 точно. И в этих условиях, конечно, вот эти связи будут разорваны, и уже не сможет судья первой инстанции пойти договориться, чтобы его решение не отменили, занести что-то вышестоящим судьям и так далее. В этом, конечно, есть большое начало, но надо иметь в виду, что сама по себе система предполагает, что кассационные дела перейдут из областных судов, все в эти кассационные суды, а вот апелляционные дела перейдут лишь незначительная часть их, поэтому я подробнее на этом останавливаться не могу из-за отсутствия времени, поэтому говорить о том, что все будет совершенно чисто и идеально, не можем. К тому же надо иметь в виду, что вот если посмотреть в те дела, которые, по крайней мере, мне известны в отношении судей, судей никогда с вышестоящими судами не делились, они всегда брали в одиночку, и более того, зачастую говорили своим взяткодателям, вы идите там договаривайтесь отдельно, я вам решение или приговор составлю, напишу, а вы идите вверх. Второе значение в том, что суды станут более независимыми, по крайней мере, суды апелляционной и кассационной инстанции, более независимы от исполнительных органов власти. Ну, это действительно так, потому что губернатор сейчас имеет под собой, что называется, или рядом с собой, скажем так, соответствующий суд, где областной, где есть и первые инстанции, апелляция кассации, а тогда апелляция к кассации от губернатора будет далеко, и добраться туда будет непросто. Правда, мы должны иметь в виду, что остается зависимость судей от своих председателей, и, как сказал один мой коллега, в России независим тот, от кого ничего не зависит. Поэтому вот, что касается этого аспекта. Ну, авторы законопроекта предполагают, что удастся разгрузить суды, но суды какие? Верховный суд и областной суд удастся разгрузить. Ведь реформа предполагает, что количество судей не будет увеличиваться, а суды апелляционной и кассационной инстанции будут образованы за счет судей с мест, за счет тех судей, которые разгрузятся на местах, и в Верховном суде, видимо, так. Но надо иметь в виду, что вместе с этим, вместе с тем появляется и интересная новая структура. Она старая структура, но с новыми полномочиями. Президиумы областных судов и президиумы апелляционных и кассационных судов. Президиумы областных судов существовали, но теперь эти президиумы не будут рассматривать дела, никаких дел. То есть появятся судьи без каких-либо процессуальных обязанностей, без каких-либо дел, которые будут занимать, что называется, почетные места за счет налога, за счет сбора налогов, за счет гражданина. И они будут заниматься организационной деятельностью, то есть той самой деятельностью, как предполагается, которой сейчас занимается судебный департамент. Я повторяю, эти места будут, видимо, почетные для почетных уважаемых людей. Следующий вопрос, который возникает, это вопрос о комплектовании этих судов. Конечно, суды будут комплектоваться за счет опытных судей. Это совершенно естественно. Не придет новобранец туда работать. Но хотелось бы найти таких судей, которые запросто сорвутся со своего места из одной области, поедут в другую, с семьей, с детьми, и менять всю ситуацию, менять свои условия жизни. Наверное, таких найдется немного. Скорее всего, все-таки, с лету поедут только те, которые не прижились, которые не видят перспектив для своего движения, которые там, попросту говоря, не очень-то справляются со своими обязанностями. Вот таких судей, наверное, с радостью отпустят председателя областного суда. Такими судьями в первые годы будут укомплектованы конституционные и апелляционные составы. Поэтому в этом смысле нам особенно ничего хорошего от этих составов не приходится ожидать. Но вызывает сомнение порядок назначения, назначение председателей этих судов новых. Дело в том, что они будут назначаться на 6 лет, а потом можно будет бесконечное число распродлевать. Получается, что они будут назначаться пожизненно. На практике так оно и будет, так оно и получится. Ничего мы другого не увидим. Но вопрос с финансированием, конечно, серьезный. 4,4 миллиарда. И вопрос, самый главный, вопрос о доступности. Сейчас люди едут в областной суд. Тогда надо будет ехать за 3-9 земель в какие-то суды в соседней области на конец края. Ну и последнее. Последнее, на что надо обратить внимание. Я думаю, что если бы Верховный суд обеспечил дисциплинированность судей, безупречное выполнение своих обязанностей, честность, добросовестность, порядочность, то тогда не надо было бы проводить никаких реформ. Спасибо. Вы знаете, вот в завершении хотелось бы сказать следующее. Депутаты, которые проводят приемы, примерно 35% вопросов, с которыми приходят избиратели, это неудовлетворенность, как они считают, неправомерным или неправильным решением судов. И мы-то считаем, что на самом деле самой главной антикоррупционной мерой судебного сообщества является выборы судей. И вот это, с нашей точки зрения, сделало бы значительно больше, чем создание дополнительных судов. Примерно так же, как и повышение исполнительской дисциплины в правительстве. Сегодня вы сообщили многие в своих лентах и в новостных программах о том, что возобновили свои полеты в Саратовские авиалинии. Но предварительный разбор аварий показывает то, что министерством транспорта просто не выполнены требования закона о разработке авиационных правил, которые бы регламентировали, что без антиобледенителя взлет запрещен. Это привело к тому, что внутренними документами только Аэрофлот обязал своих командиров, без антиобледенителя взлет запрещен. Все остальные экономят, в том числе, как мы видим, и на жизнях людей. Удачи вам и объективного освещения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова